Итак, у нас на ремонте 1.9 TDI AGR, ну, собственно, любой, наверное, мы решаем проблему с регулировкой турбины. Так сложилось, что в двигателе AGR управление турбиной не вакуумом, а давлением. То есть трубка от выхода турбины дает давление. И через клапан идет управление на актуатор. Как проверить работоспособность актуатора? Значит, в инструкции, в книжке написано, что отсоедините фишку, погазуйте на обороты, и актуатор должен выдвигаться. Посмотрел, не выдвигается. Значит, проблем может быть две. Или клапан, или сам актуатор. Ну, то есть, вот это баклуша, который, бочонок, который выдвигает шток и управляет клапаном Westgate. Это перепускной клапан в турбине. Значит, тогда я взял напрямую с выхода, переподключил трубки, переподключил с выхода турбины прямо на актуатор. То есть, при давлении актуатор должен двигаться. Не двигается. И вот сейчас возникает вопрос, может быть, проблема в самом актуаторе. И сейчас этот вопрос нужно решить, каким образом открутить этот актуатор и посмотреть, как он будет себя вести под давлением. Будет ли он двигаться под давлением. Пока не двигается. Ну, почистить, может быть, или даже заменить. Но, вроде бы, мембрана не пропускает. Попробовал трубку от актуатора. Шланг взял. Во рту высмоктал. Прилипает язык и не отлипает. Значит, как бы большой дырки нет. Но, во всяком случае, не спускает. Вакуум держит. Прилипло к языку и держится. Поэтому сама мембрана, вроде, неплохая. Значит, я пошел дальше. Накачал ресивер воздух. У меня где-то на выходе около 2 атмосфер. 2,2. И вот я вывел трубку от самого актуатора. И при давлении 2,2. Вон там актуатор двигается. Насколько хорошо, сложный вопрос. Но двигается и, скорее всего, в таком случае, открывается. При давлении 1 атмосфер, ну, он буквально, а там, скорее всего, около 1. 2000 милибар – это абсолютное давление. Потому что изначально уже 990, то есть, от 1000 милибар, от абсолютного уже есть в атмосфере. И плюс 1 получает еще 1. А здесь же не абсолютно относительно. Поэтому, как бы, кажется, что должно быть 1 атмосфера относительного давления. И он чуть-чуть трогается только, и все. Поэтому непонятно, то ли мембрана закоксовалась. Ну, в любом случае, сейчас я попробую еще раз увидеть, какое здесь надувает давление. Потому что я регулировал клапан Westgate. И, возможно, он вообще не надувает. Сейчас проедусь, сниму логи. И посмотрю, дует ли он в данный момент 2 атмосферы. Потому что до этого было просто 900. Сейчас все проверим. Нога отсвечивает, но я буду объяснить. Вот эта линия, которая белая, это столько сейчас давит турбина. Я, актуатор немножко, значит, до этого был слишком удлинен. И он прямо ровный был. Я немножко укоротил. Он давит 1400. А просит вот столько. А просит 1900. Сколько 1900 просит? 1300. Надавливает. Поэтому нужно еще немножко, значит, что у нас 720 МАФ-датчик ДМРВ. Я поставил совсем новый. И почему-то 720. Ну, тут это уже другой вопрос. По топливу... Не вижу даже, сколько показывает сейчас. Вот столько. 33 миллиграмма. Но суть в чем, что необходимо еще чуть-чуть укоротить актуатор на миллиметр. И посмотрим, чем все закончится. Шток актуатора укоротить. И тогда... Ну, я уже вижу, что немножко поднялось. Потому что было прямо вот так, ровно. Сейчас буквально на миллиметр. Что значит укоротить шток актуатора. Я снял уже поддон. Значит, заходим. Поворачиваемся с обратной стороны. Вот здесь у нас турбина. И вот с этой стороны, вот этот шток... Значит, гайка нужно вправо сместить гаечки. Обыкновенным ключиком на 10. Сначала правую или левую откручиваем. Влево сдвигаем на миллиметр. И потом правую затягиваем, прижимаем. Видите, да? Тут плохой свет. Но, однако... Ну, что же. Я хочу поделиться, ну, для меня радостной мыслью о том, что я все-таки смог настроить. Смог настроить каким образом и что. Смотрите. Во-первых, я поставил сейчас это с новым датчиком DMRV. Я купил, поставил. Во-вторых, отрегулировал таки актуатор турбины. Во-первых, поменял местами трубки на датчике N75. Неправильно были поставлены. Не знаю, играет это роль или нет. Во-вторых, снял трубку с актуатора. Подал туда напрямую 2 атмосферы. Разработал. Я не знаю, он ходил или не ходил. Но при 2,5 атмосферах, 2 атмосферы, он ходит нормально. Сам клапан Вестгейт ходит свободно. Поэтому, ну, клапан турбина, имеется в виду. Значит, вот характеристика. Во-первых, на холостых новый датчик DMRV показывает 500, 480, 500. Вот плюс-минус вот так. Во-вторых, в нагрузке он, смотрите, дошел до 990. И вот это вот в-третьих, смотрите, вот 1900 показывает запрос. Или там немножко ниже, 1875. Запрос, это вот, ну, запрос на милибары от, ну, запрос давления милибар. А реально вот белое, видите, зеленое это запрос, а белое это то, что реально. При 1876, смотрите, я выбрал, ровно 1876, вот, вот эти два показателя, зеленый и белый. Вот он чуть упал, потом снова поднялся, ну, ходит вокруг того, что запрашивает. Вот зеленое запрашивает, а вот белое, вот это белое, отрабатывает. При этом подается максимальное количество, 35 миллиграмм, честно говоря, не знаю, это много или мало. Скорее всего, это, ну, в прошивке столько указано для максимально. Это, я считаю, идеальный график. Ну, и вот, смотрите, какой рост, прием скорости. Вот это, так растет кривая, очень динамично. Добавляю на первой, второй передаче, начинает на грунтовке шлифовать, начинает. Значит, даже если я уже двигаюсь. Очень доволен, все в порядке. Сейчас поставлю мой старый ДМРВ датчик, посмотрю, как с ним этот вопрос решится. Немножко еще расширил. Вот, датчик, белое и зеленое. И белое и зеленое, смотрите. Совпадают очень хорошо. Регулировал очень долго актуатор по миллиметру. Сначала у меня, как вы помните, уходило прямо в небо до 2400 и потом выдавало ошибку. Не выдавало ошибку, а переходило в аварийный режим и сразу чик, тяга прекращается. Удлинил шток актуатора на миллиметров на 7. И просто вот здесь вот, вот эта белая, вот так вот ровно и шла. Да что такое, взял у меня племянник сразу после этого машину, ему нужно было там съездить. Говорит, мертвая машина. Вот так вот ровно, никакого поднятия. Потом я регулировал, регулировал, поднималась, поднималась, поднималась. И вот добился раз 10, наверное. Но это долго, потому что заехал на эстакаду, отрегулировал, поехал на ровный участок, где нет людей, снял видео, посмотрел. Ну, короче, это целый день занял. Ну, и сейчас я сниму такой же участок, но на старом ДМРВ и буду сравнивать. В общем-то, мне это интересно. Ну, а так, как видите, можно самостоятельно решать сложные задачи. И, конечно, если у вас датчик ДМРВ мертвый, то с ним уже ничего не сделаешь. Но пробовать можно и на какое-то время протянуть можно. Подписывайтесь на канал. Что хочу сказать. Вот я поставил старый ДМРВ. И, как видим, на низах немножко меньший разгон. Это ощутимо. Тут, в принципе, тоже показывают 1900 просит. Зелёное это просит, сколько милибар. И он нагоняет, но немножко позже. Из-за более слабого разгона, вот это белое, он нагоняет столько и даже немножко больше, но чуть-чуть позже. Вот до стольки, до 700 разгоняется. Вначале там 380. И догоняет только до 7... Мап ДМРВ сенсор, ну, датчик ДМРВ. Там было 900, здесь 700, с 385. А там с 500 до 1000. Поднимал я на старом своём сенсоре здесь с помощью резисторов до 475. Поддымливает белым дымом. Здесь 33,4 максимум. Но немножко позже. Как видим, график... Но и немножко более пологая вот эта кривая разгона. Особенно в самом начале, снизу. Потом она выравнивается и, в общем-то, идёт неплохо. Поэтому, если правильно настроена при правильно настроенной турбине. Если турбина правильно настроена, то, в принципе, ожила машина. С датчиком ДМРВ новым ещё лучше. Но не настолько, честно говоря. Если бы я настроил турбину сразу, я бы ещё ездил со старым датчиком ДМРВ. Меня, в принципе, и такой разгон устраивает. В принципе, машинка жила. Но с новым ещё немного поярче. Поэтому повторяйте. Я думаю, что это будет интересный опыт для меня. Возможно, и для вас. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Вот такие цифры. Фокусируются-то нет. Но я вам покажу. Вот такая ситуация. Фокусируются-то нет.